Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте с вашего разрешения открыть нашу сегодняшнюю встречу. Как вы знаете, 24 августа 2014 года состоятся выборы президента Республики Абхазия. Мне бы хотелось поприветствовать наших уважаемых гостей, а именно кандидатов президента Республики Абхазия, Ханжи Барауля Джункович. Также хочу поприветствовать наших гостей Сергея Шамба, Сангулия Михаила, Беслана Горциц, Аслана Кабахия, Беслана Губаз, Шамиля Атсинга. Я хочу предоставить слово доверенному лицу кандидатов президента Зардане Нестору Георгиевичу. Прошу. Уважаемые избиратели, прежде чем начать нашу работу, я предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Спасибо. Встречей находится доверенное лицо Губаз, наш депутат, участник войны. По секрету, я не хочу его восхвалять, чтобы вы знали человек, который водрузил знамя, и где вы думаете, над железнодорожным вокзалом города Сухум. 27 сентября. Дорогие мои бессонтцы, соседи мои, братья, сестры, все те люди, с кем мы плечом к плечу 14 августа 92-го года по сегодняшний день живем. Сегодня все кандидаты, выставившиеся на пост президента, достойные уважаемые люди. И мы не оспариваем эту ситуацию. Один министр обороны, другой эксперт, министр МВД, налоговый сотрудник работал, следующий председатель СГБ, ну и Рауль Джункович, человек, который проработал на всех этих должностях руководителем, премьер-министр, вице-президент, и человек, который на всех этих, занимая все эти должности, не позволил себе ни рубля. Я повторяю, ни рубля, ни украсть, у нас с вами. А возможностей и соблазнов было очень много. И находясь на этих должностях, человек, как он говорит, оппозиционер пожизненный, или еще что-то, этот человек просто говорил всегда правду. За кого? За нас с вами говорил правду. За ту жизнь, которую мы с вами проживали эти 20 лет, он, находясь там, считал своим долгом говорить. А можно было на любой из этих должностях тихо, спокойно, уютно остаться, получить, как это водится, за 3 миллиона джип, охрану и все остальное, и разъезжать по всей Абхазии. Построить магазины в Москве, рестораны, и спокойно существовать. Но человек живет среди нас, продолжает говорить правду. Оказывается, это называется оппозиция. И вы знаете, на фоне того, что происходит, и на фоне той войны, которую мы пережили, и то, что мы испытали, то, с какой болью мы это все с вами переживали, я сегодня больше доверяю тому человеку, который то же самое чувствовал и то же самое испытывал вместе с нами. Тогда, когда мы перестали верить, что что-то может измениться в этой стране. И сегодня, подходя к людям и говоря им, почему, зачем, за кого, люди говорят, да, хорошо, как ты сказал, так и сделаем. Ну, придите, пожалуйста, придите, послушайте, давайте поговорим, швы и то шалах. Они говорят, знаешь, если честно, мы уже не верим его. Мы довели до этого весь народ. Меня довели, вас довели, всех довели. Но кто-то до сих пор борется. Не сложил руки и не сказал, а, ладно, ничего здесь больше в жизни не произойдет. Ничего хорошего нам впереди не светит. Есть люди, которые не остановились и продолжают бороться. Я надеюсь, что вот Раул Джункович, Виталий Габниев и ребята, которые сегодня идут, которые не запятнали себя ничем, которому никто не может в глаза сказать, что он чем-то в жизни оскорбил свою Абсору, свою Ахатсору, свою Абхазию, представляя ее на тех или иных постах. Я верю таким людям. Айяша Аххару, губ цвейт, Айяша Нахху, оппозициях. Наси вахцу, шиззи Гебрейта, оппозицию, шок за, ву басу пищасу. Айяша Ухозору, оппозицию, Айяша Умхар, куда-то тебя заведут, заблудишься и там останешься и уедешь в Москву, если успеешь магазины открыть. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня здесь присутствующие выступали не раз, наверное, очень устали, собственно говоря, как и я, но очень приятно видеть, когда люди вот так встречают кандидата, настоящего, будущего президента, теми аплодисментами и той радостью, которую вы встретили Рауля Джумковича. Я горд за то, что живу в Питсунде, за то, что у меня такие соседи и братья, это будет. Добрый вечер, дорогие Питсунцы. Я думаю, что вы устали, но я думаю, вы меня выдержите. Четыре раза выдерживали. Вернее, три раза, четвертый раз выдерживали. Я надеюсь на то, что люди поймут, нас поймут, все те, кто завтра придут в эту новую жизнь, потому что это станет историей, не сомневаюсь в этом, но хочу, чтобы вы знали, сделано то, что уже сделано, обратного процесса быть не может. И тот, кто пытается говорить о том, что есть его продолжатели, в лице того же, не боюсь, открыто называют, Аслан Бжания, оппонент наш, который говорит, что он продолжатель курса Анкваба, должен забыть. Курса Анкваба больше в Абхазии не будет. Это я вам говорю в Абхазии. Он, этот курс, был вреден, он потому, что привел бы нас к тому, что нас с вами, как государства, не было бы. Нас с вами, как народа, могло бы не быть. Те, кто находится вне предела этого зала, всем пицунцам, всем нашим гражданам, всем нашим людям, откровенно доброго, честного отношения к вам со стороны, кого бы вы не выбрали. А я, в свою очередь, если вы мне доверите, буду жить рядом с вами. Абсуаирхот, президент бзе дыш хагылар дышаамтаншэйш зайгатхан. А президент бзе абсуаадр хагыладзум дробхегылавихо. Абзе оппинус. Абсуаирхот, абсуаирхот, абсуаирхогыладзум. Абсуаирхот, 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 абсуаирхот,